Доброе утро, наши телезрители! У нас сегодня четверг и по традиции у нас этот день считается самым добрым почему-то, потому что наши корреспонденты дарят добро всем жителям нашего большого края. Ты решил прямо сразу? Прямо сразу, сразу. С места в карьер, да. У нас сейчас прямое включение традиционное начинается с этого. Третий час программы «Утро на Энисеи». И мы напоминаем всем тем, кто только присоединился и желаем доброго утра зрителям и, конечно, корреспонденту. Юля, доброе утро тебе. Расскажи, какое добро сегодня в твоих планах? Да, да, ребята, доброе утро. Конечно же, утро четверга будет самым добрым именно с утром на Энисеи. Вот, по традиции мы рассказываем про добрые дела и призываем красноярцев смотреть на добрые дела, делать добрые дела и получить удовольствие от добрых дел. Вот за моей спиной ребята из трудовых отрядов прямо сейчас творят, делают настоящую живую библиотеку. Совсем скоро эта живая библиотека появится на улице города, на Дубровинского. Вот, наверное, вам не совсем понятно, что такое живая библиотека. Нам тоже не очень понятно, что такое живая библиотека. Сейчас нам ребята, которые делают, расскажут. Тебя как зовут? Таня. Таня, вот скажи, пожалуйста, что такое живая библиотека и что вообще вы здесь делаете? Мы здесь делаем живую библиотеку, чтобы люди больше переходили на книжный вариант, на живую, чтобы можно было ее потрогать, посмотреть. Потому что сейчас больше склоняются люди к электронным видам, что так удобнее. И мы хотим рассказывать, будут проводиться мастер-классы, как ее делают. Так, подожди, да, ты вот расскажи, как это будет выглядеть. То есть напротив дворца бракосочетаний, которое на Дубровинского, это что будет? Какой-то шкафчик, какие-то полочки, как это будет выглядеть? Там будут стульчики из досок поставленные, на них будет написана живая библиотека, там будет шкафчик с книжками и таблички. На них будет написано 10 цитат с авторами, которые их и писали. Рядом будет стоять шкафчик с книгами, туда может каждый желающий вложить книги и смотреть их, читать. А сейчас что, ты цитату, получается, пишешь, да? Цитату кого? Что за цитата? Рассказывай. Цитата Карла Кастан... Здравствуйте. Здравствуйте. Если тебе не нравится то, что ты получаешь, делай то, что делай. А, ну... Ну, в общем, понятно. Какая-то цитата, у тебя здесь список цитат на листочке, ты их пока наизусть не знаешь, хорошо. А у нас здесь есть другой еще спикер, Радмила Дмитриева, командир структурного подразделения Центрального района. Радмила, ну вот вообще, откуда такая идея пришла сделать вот живую библиотеку? Вроде бы же есть у нас книжные шкафы в городе, да, где красноярцы могут там книжки взять, почитать, положить что-то. А вот тут вот что за формат? Чем отличается? Здравствуйте. Ну, вообще идея... Я сама очень сильно увлекаюсь литературой, я много, в принципе, читаю. И когда Сергей с куратором нашей территории ответственности мы разговаривали, спросил, что бы тебе самой понравилось, такой проект, который тебе понравился, он был бы тебе по душе. А так как я увлекаюсь литературой, я думаю, что мне нравится формат чтения. Мы с ним сидели, обсуждали, думаем, ну, нам нужно общественное пространство открыто для людей, чтобы они приходили и изучали литературу в таком виде, какая она есть. Мы сидели с ним, обсуждали и решили, что сделаем общественное пространство, где можно будет приходить, читать лекции, читать литературу, где можно играть в игры, где можно обсуждать какие-то произведения, где можно писать стихотворения экспромтом. Все у нас, в принципе, по плану уже прописано. Обсудили с ним, нашли партнера, кто согласился с нами сотрудничать, кому также поддержал нашу идею, и мы решили создать вот такую живую библиотеку. Радмила, а вот она будет функционировать до конца лета, может быть, или вообще круглый год, даже зимой, там мы можем прийти посидеть в теплых шубах, почитать. Как это будет? Вообще планируем, что в июле мы запускаемся, в конце июля, то есть август мы функционируем, в сентябре, ближе к началу, наверное, к середине сентября, мы будем уже завершать проект, где-то примерно до середины осени. Хорошо, я еще хочу напомнить, спасибо большое, Радмила, да, хочу напомнить зрителям, что они тоже могут присоединиться к созданию таких вот культурных пространств, таких вот замечательных территорий, где можно проводить время с пользой и по делу. Вот об этом нам расскажет Сергей Калуженов, куратор направления территории ответственности. Сергей, ну вот таких мест, как живая библиотека, да, говоря простым языком, вот и обычных культурных много у нас в городе, вы уже сделали, вот вместе с трудовыми отрядами и много ли еще появится? На самом деле, в рамках трудовых отрядов, то есть мы делаем всего 8 территорий в этом году и вот на днях, как раз, ну на следующей неделе, получается, будет запускаться живая библиотека, уже запущено порядка трех территорий и еще три территории будут запускаться на следующей неделе. То есть около четырех территорий на следующей неделе еще новые запустятся. Если будут облагораживаться какие-то городские пространства, какие-то участки нашего города, как могут горожане присоединиться, обычные люди? Да, самое интересное, что эти площадки, которые мы создаем силами трудового отряда, как раз несут такую функцию устойчивого развития. То есть это означает, что любой желающий, местное сообщество, горожане могут принять участие в развитии этой территории и принять участие. То есть путем, не знаю, проведения там своей лекции, своей встречи. То есть площадки абсолютно открыты, бесплатные, любой желающий может прийти и принять участие, посетив, либо, еще раз говорю, организовать какое-то свое возможное мероприятие. А как конкретно механизм действия? То есть вы, горожанин видит, что что-то делается, вот рядом в парке, подходит, спрашивает, ребята, что творите? Да, абсолютно верно. То есть еще как раз создавая такие инфраструктуры, то есть какие-то грифельные доски, там будет очень много информации, где интуитивно человек может понять, что здесь можно делать. То есть прочитав эту информацию, считав эту информацию, сценарий городской, то есть он может понять, что именно на этой территории может происходить и каким образом он может себя реализовать, либо использовать. Спасибо большое, Сергей. Я надеюсь, горожане нас услышали. Пожалуйста, присоединяйтесь к хорошим делам и оккультуривайтесь, ну и оккультуривайте своих родных и близких. Ну а я отдаю слово ребятам в студии. Юля, спасибо большое. Напомню, наш корреспондент Юлия Белевич помогала создавать живую библиотеку в четверге добрых дел и горожане. Юля, тебя, конечно, услышали.